Приветствую вас, Сергей. Давно вы задавали свой вопрос, вот, давно вам отвечали мои коллеги. Собственно, мне очень понравился ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, вот, мне кажется, очень хороший у него ответ. А, как бы, я хотел бы дать вам какую-то обратную связь на то, что вы написали, да, вот, с какой-то своей позиции, может быть, немножко она будет пересекаться с тем, что Игорь Леонидович упомянул в своем ответе. Вот. В первую очередь, что меня, ну, в первую очередь, что бросилось в глаза, это то, что вы говорите про, ну, про желание изменения, желание изменения к лучшему. Вот. Мне кажется, что сам такой вот подход, он, как бы, говорит о том, что вот сейчас со мной что-то не так. Сейчас я какой-то не такой, сейчас я вот какой-то не очень хороший, я должен быть правильным, должен быть лучшим. Вот. То есть есть непринятие себя и, соответственно, если есть непринятие себя, то, вероятно, вы просто-напросто будете обесценивать все, что вы делаете. Вот. Ну, а именно, что обесценивать, то есть непринятие, непринятие, непринятие значения. Мол, что бы я ни сделал, да, это все равно там, не знаю, лишь капли в море и, как бы, ну, это вообще, по сути, там, ничего, например, не значит. Или значит, ну, там, не знаю, какие-то, ну, какие-то вот вообще, там, какую-то фигню-фигню вообще. То есть это значит, да, и, как бы, ну, ничего вообще интересного, как бы, я не делаю и вообще ничего там, ну, грубо говоря, там, ничего не значит. Вот. Вот. То есть эта история, она вот такая обесценивающая очень сильно, как мне кажется, обесценивающая очень сильно, ну, вас в первую очередь. Вот. И, наверное, на это нужно в первую очередь разобрать внимание, что делать что-то не для того, чтобы, там, там, к примеру, там, не знаю, быть лучше, да, а делать что-то, потому что нравится, потому что интересно. Вот. А прокрастинация, она же лень, это ведь лень, ну, по сути, по сути мы говорим про лень, вот. А прокрастинация или лень связана с тем, что, вообще говоря, человеку не очень интересно делать то, что он делает. Т.е. человеку не очень нравится то, что он делает, не очень откликается это. Вместе с тем, внутри, есть, эм, как правило, что, э, нечто, что-то, э, что, э, как бы, подсказывает, что подсказывает. Эм, подсказывает, эм, что нравится. Понимаете? Т.е. подсказывает, эм, что вот это не нравится, да, а нравится что-то другое. Но это, как мне кажется, эм, достаточно важный момент. То, что мне нравится, э, не соответствует моим представлениям о себе. Вот. Т.е. да, э, мне, условно говоря, э, может, что это нравится, но, вот, э, моим, э, представлениям это не соответствует. А, э, моим представлениям это не, э, отвечает о себе. Вот. Я, вообще говоря, э, э, несколько, вот, другой, я другой или другая, не так, не так это важно. Вот. И всё. Т.е. я хочу, вообще-то, чего-то, чего-то я хочу, безусловно. Вот. Ну, э, э, позволить себе это я не могу, потому что, э, э, это уже, ну, это, это, мне придётся идти в разрез, э, со своими, э, ну, скажем так, представлениями о себе. Вот. И начинается конфликт, по сути дела. Поэтому, э, очень, очень часто, поэтому, э, э, вот, возникает то, что называется прокрастинация. Прокрастинация. Вот. Я, э, я ведь, э, я ведь, э, в действительности, ну, в действительности-то я же другой, в действительности-то я же, вот, э, должен быть, там, э, я же в действительности совсем не такой. Вот. Я хочу увидеть себя, там, совсем другим. Вот. Но игнорируется, э, настоящий, как бы, человек, да, игнорируется, э, сама суть, сама природа человека, игнорируется, к сожалению. Вот, и до этого возникает, в том числе, прокрастинация, вот. По крайней мере, в моём опыте и с точки зрения, вот, именно, э, ну, э, есть какой-то вот, э, э, позиции, моих наблюдений, да, ээ, это как правило, вот, эх, э, работает именно так. То есть это работает именно вот в таком контексте. И, соответственно, конечно же, человек находится в постоянной борьбе и вообще никакого удовольствия не получает он от того, что делает, да, и как бы наслаждения никакого нет от того, что человек делает. И постоянное напряжение требуется постоянным усилием. В какой-то степени это связано именно с тем, что, ну как же так, как же так, работа, если мы говорим здесь про работу, то да, как же так, работа, она же должна быть, ну там, тяжелой. То есть многие люди не могут представить себе, что работа может быть легкой вообще. и как результат, соответственно, мучаются. Вот. Поэтому вам вот в первую очередь нужно разобраться с тем, что вы хотите делать. Вам действительно важно внутреннее сердце. Именно сердце. не головой, не разумом. Понимаете? Вот. Что из этого? Именно из этого. Может быть, вам, в принципе, дело какое-то нравится, в принципе. Но оно, это дело, к примеру, слишком много содержит в себе элементов, которые не нравятся вам. Вам же. И все. И все. И происходит. Условно говоря, блок условный, условный такой, если можно так выразиться, затык, затык. Вот. И возникают проблемы, возникают сложности. Вот. Возникает, возникает, так скажем, ну если можно так выразиться, самосаботаж. Да? То есть, когда вот человек сам себя саботирует, сам саботирует свою деятельность. Вот. Потому что, ну, как бы не хочется, вообще говоря, тратить время-то на вещи, которые, ну вот, не слишком нравятся, да, не слишком радуют, не слишком интересны. Вот. И так далее. И так далее. То есть, это, в принципе, классическая такая защитная реакция организма, который экономит ваши, ну, силы, экономит ваши ресурсы. Того вот, который хочет и хочет, чтобы, ну, в идеале вы их тратили свое время на что-то более приятное. Вот. А приятное вы себе запрещаете. Иногда есть момент, когда человек не умеет отдыхать. То есть, он вот, где бы ни находился, да, он вот здесь чувствует, ну, какое-то напряжение. Напряжение именно, вот, ну, не знаю, напряжение именно, вот, в контексте, ну, в контексте себя. Вот. Невозможность ослабиться. Вот. Невозможность отдохнуть. Как-то, вот, невозможность дать себе время, там, ну, побыть вне, к примеру, контроля, вот, пустить, например, ситуацию на самотек, да, то есть, ну, чтобы она, условно говоря, там, не знаю, сама, сама, значит, эм, эм, как-то вот, ну, разрешил. Понимаете? Какая штука. Вот. И это очень важный момент, если вы не отдыхаете, то, соответственно, откуда взяться у вас энергии на, ну, на занятия, вот, чем-то. К сожалению, это действительно важная история, вот, это действительно важный момент, которым люди довольно часто пренебрегают, вот. А пренебрегают отдыхом, не умеют расслабляться, не умеют отдыхать. Вполне возможно, что все вам и хочется, вполне возможно, что все вы, эээ, ну, выбираете адекватно, то есть, вам все нравится из того, что вы выбираете, но, эээ, сложно сказать за то, что вы не отдыхаете. То есть, ну, не умеете отдыхать. Еще один важный момент, который может, эээ, играть роль, это страх успеха. Ну, страхи. Страхи. Страхи чего-то достичь могут быть, эээ, от стыда за успех, до, например, например, до названия терять смысл. Некоторые люди создают мечту только для того, чтобы мечтать, но не хотят ее достигать. Потому что боятся, что если они мечты достигнут, то что дальше-то будет? Вот. Что я тогда делать буду, если вот достигнут мечты какой-то? Ну, здесь, эээ, есть важный момент, что человек, такое существо, он мечтает всегда о чем-то. Вот. Можно и в 60, и в 50, и в 70 лет о чем-то мечтать. Это будут, конечно, разные мечты, принципиально разные. Человек, мечтающий об одном в 7 лет, и человек, мечтающий в 87, это кардинально разные люди. Но, тем не менее, мечты эти есть всегда. Вот. То есть это такой вот своего рода экзистенциальный страх. Поэтому смотреть, что конкретно у вас и что конкретно вас беспокоит, после чего уже более конкретно работать именно вот в направлении разрешения этих моментов. Не в том направлении, чтобы, например, заставлять вас работать. Да? А именно в том направлении, чтобы вы могли быть собой. Чтобы вы чувствовали, где вам легко. Вот это своего рода научение или приход к лёгкой жизни. Но лёгкая не в том плане, что она лёгкая, что она беззаботная или нет. А лёгкая в плане того, что вы слышите себя. Что вы не игнорируете себя. Что вы внимательны вот к себе. Что вы внимательны к окружающим даже. Понимаете? Ну вот. И, соответственно, это очень сильно ваша жизнь может обогатить. И окружающих людей, кстати, тоже может обогатить. Не только вашу жизнь. Вот такой момент. Следующее, последнее, последнее. На что хотелось бы обратить ваше внимание. Это на физиологическую, скажем так, составляющую вашу историю. Дело в том, что возможны такие варианты, когда те процессы, которые с нами происходят, являются следствием именно изменения биохимии человеческого организма. Поэтому очень важно, чтобы вы на всех случаях проконсультировались с врачом. Вот. И проверили аспект своего здоровья. Вот. Может быть у вас есть какие-то изменения. Может быть у вас есть какие-то тонкости, которые можно будет подкорректировать. И соответственно силы у вас появятся. Вот. Ну это просто, чтобы убедиться. А то вы знаете как. Будете заниматься психотерапией, а у вас физическое состояние хромает. Вот. Соответственно вся работа будет над маркой. Ну не над маркой, конечно, но все равно, думаю, для вашего спокойствия, чтобы вы были уверены, что идет именно в том направлении. И я думаю это будет более чем эффективно. И более чем уместно. И дело конечно, чтобы и то и другое. Чтобы и здоровьем вы своим физическим занялись. И психологическим здоровьем, чтобы тоже заниматься. Вот. Не делая перекос, перекос там в какую-то одну сторону. Потому что важен именно подход. Общий. Общий подход. Вот. Ну это конечно всего лишь рекомендация. То есть это не, конечно не является директивой. Вот. Ну крайне знаете желательно. Крайне желательно, чтобы это сделано. Вот. По крайней мере там, не знаю, обследовались хотя бы. Вот. Я не думаю, что это очень хлопотно и проблем должно быть. Вот. Вот как-то так. Как-то так. Значит так. Сейчас я подсчитаю вопрос. Так, откладываю вани с ручной дела на потом. Ну может быть вы боитесь. Здесь может быть страх, ошибки. Очень часто бывает такая история, что люди откладывают важные срочные дела. Именно потому что боятся ошибиться, боятся провалиться. Боятся, что у них что-то не получится. Вот. Это тоже такой вариант может быть. То есть это по сути, ну по факту это такой получается перфекционизм. Когда вот у меня все должно быть идеально, а вот, соответственно, может быть не идеально, если я реально начну что-то делать. Поэтому я лучше не буду делать ничего. Вот. Позиция, как бы, ну, это стратегия справится, который прячет голову в песок соответственно. Вот. И как бы, ну, на мой взгляд, позиция совершенно ведущая в никуда. Потому что, ну, дела, как или иначе решатную. С другой стороны, если вы таким образом проявляете, например, слабость, да. Вот. Ну, вдруг. 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 Вы проявляете таким образом свою слабость. Вот. То, а может быть, может быть, вы не проявляете свою слабость где-то еще. Ну, я имею в виду в других моментах, в других аспектах, в других областях. Не проявляете. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам посмотреть, где бы вы могли быть слабым. Ну, вот так вот. Сто процентов. То есть, с кем, где, с кем. Могли бы быть ребенком. Могли бы, как бы, ни о чем не заботиться, ни о чем не переживать, ни о чем не парить. Вот это очень важный момент. Промыться любому числу. Человеку требуется такое время, когда он ни за что не отвечает, чтобы, ну, расслабляться, вот, чтобы релаксироваться, естественным образом. Вот. И отдыхать. Опять же, это вопрос про отдых, но больше психологический отдых. Вот. Умение отдаваться. Если вы, например, полагаете, что чего-то можно достичь, а только находясь в пределе концентрации, то нет. Я вас, а, или успокою, или, наоборот, встревожу. Нет. И еще раз. А, нет. А, далеко не только, а, таким образом можно. То есть, а, ну, на самом деле есть, а, множество разных способов, а, вот, достичь тела, я вам скажу больше, что своих, вот, именно, соразмерных нам успехов мы достигаем, как правило, именно, именно не напрягаться. Именно не напрягаться. Когда и если мы не напрягаемся, то мы, если чего-то и достигаем, то остаемся неудовлетворены, потому что у нас есть всегда ощущение, что мы либо пили, то есть пустили пили в глаза, вот, либо нет, то есть, ну, провалили, не раскрылись полностью. А, такой момент, он, на самом деле, очень важный. Вот, я хотел, чтобы вы особо это увидели, вот, когда вы делаете, ну, когда вы вынимаетесь чем-то, да, вот, как вот вы себя чувствуете, да, вот, большим, маленьким, я думаю, что чаще вы чувствуете себя маленьким, вот, хотите быть большим, по факту, по факту, ну, сами собой вы не являетесь, к сожалению. Вот, поэтому это вот проблема, на мой взгляд, которая вас, ну, в какой-то степени, тянет вот назад, вот, в какой-то степени это проблема не позволяет вам двигаться дальше, вот. Ну, на мой, ну, на мой, на мой взгляд, вот, по крайней мере. Вот, пожалуй, то, что я мог бы и то, что я бы хотел вам ответить на сегодняшний день, вот, с учетом, ну, с учетом той информации, которые вы предоставили нам, вот, с учетом тех данных, которые вы нам предоставили. Вот, в принципе, наверное, такой ответ. На этом все, буду вам благодарен, если вы дадите обратную, обратную связь на мой ответ, это позволит вам начать работу над собой, с одной стороны, вот, с другой стороны, позволит мне понять, верно ли я вам дал ответ, вот. Ну, то есть, в том смысле, что, насколько я, вот, прав, насколько я не прав в отношении, ну, в отношении вас, например, например, вот, и, соответственно, вам легче будет таким образом решить, что делать дальше, вам легче будет решить, как двигаться дальше, вам легче будет решить, в какую именно сторону вы хотите двигаться, вот. И, соответственно, будет легче сформировать уже более, ну, конкретный такой вопрос к психологу, потому что, потому что, эм, как бы, как бы, сейчас это очень общий у вас, эм, получив вопрос, вот, и, э, для, например, э, ну, как общая такая глобальная цель психотерапии, да, хорошая, но, э, более локальная, более достижимая, более, э, э, ну, более ощутимая, э, цель, она довольно-таки, э, к сожалению, э, слабая, потому что, э, ну, по сути, сейчас, э, как бы, э, это некий такой конечный результат, но, который, в принципе, вы хотите, э, вы хотите, э, которого вы хотите достичь, вот, но по факту, э, способ его достичь, это им перестать, э, бороться, э, с ним, как мне кажется. Вот, э, поэтому, вот, какой-то, такой ответ я хотел бы вам дать, и, мне кажется, что, один из таких, вот, сложных, э, может быть, для вас, э, моментов, э, будет, заключаться в том, чтобы, э, принять, э, реальность, в которой ваша прокрастинация является, э, э, ну, своего, своего рода, таким, э, символом, 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 э, того, что вы, э, чего-то можете не хотеть, вот, и символом того, что вам что-то может не подходить. Это, э, может быть, э, довольно, э, ну, довольно, э, э, тяжело понять, э, вам, будет, особенно, если вы привыкли вот так вот, э, к себе достаточно жёстко подходить. Но, тем не менее, тем не менее, это, э, реальность, вот. И если говорить, например, о психотерапии, э, 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 как я её вижу и провожу, то это вот такое вот, э, постепенное изменение жизни, скажем так. Вот, поэтому, э, я бы сказал, что, э, у вас, э, вне всякого сомнения есть все шансы измениться. Вот. Но, э, могут быть, конечно, элементы сопротивления, вне всякого сомнения, вне всякого сомнения. Вот. Например, у вас, э, есть обстояние в том, что, э, я не могу оставаться, там, допустим, ну, вот, э, каким-то, вот, не, э, лучшим, там, да, не развивающимся и так далее, при том, что, я вообще-то не очень понимаю, а, зачем, вообще, мне развиваться. Вот. То есть, ну, вы же, вот, э, 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 в своём описании, да, вы же, вот, э, э, ну, вот, вы говорите, срочные дела, там, это дтп, а так, а, насколько они срочные, как-то, вот, насколько они срочные, что вы, вот, э, э, их избегаете. Может быть, они, э, не такие срочные, понимаете. Вот. А, при этом, я, ни в коем случае, не обесцениваю важность, а, того, что вы делаете, да, и, э, не грая, что-то выдумали, что, э, что я обесцениваю, нет, ни в коем случае, вот, просто, э, хотел обратить на это ваше внимание, потому что, мне кажется, это достойно, достойно, э, ну, такой, важный факт. Вот, э, э, еще раз, э, Сергей, я вам, конечно, сочувствую, в том, что вы оказались в, э, такой, нелегкой для себя ситуации, вот, но, э, я, я уверен, что все можно решить, вот. Главное, спросить у себя, вот, готовы ли вы к работе, вот, к регулярной работе, потому что это не та история, которая решается за одну-две консультации, это как раз-таки есть та история, где, э, э, когда не о чем поговорить, начинается, собственно, работа, вот. Так что, смотрите, э, смотрите, э, сами, э, вот, как, э, вы видите дальнейшее свое предвещение, продвижение, вот, первый шаг как вы сделали, вот, второй, э, вам, э, нужно, нужно будет э, выбрать, э, значит, э, психолога, вот, вам нужно будет выбраться, э, специалиста, э, вот, с которым вы будете работать, и, э, дальше уже, э, просто, вот, просто работать, ну, больше просто работать, вот, при том, что работа, она, ну, максимально, максимально, э, для вас, э, как бы, э, либеральная, вот, что есть смысл, да, что, э, э, это не что-то такое очень тяжелое, это, скорее, больше, э, направлено наоборот, на облегчение, на, э, познание себя, вот, на изучение, исследование себя, э, вот, э, такие дела, Сергей, удачи вам, э, всего самого, э, доброго, э, вот.